Камерная атмосфера, музейный интерьер, саксофонная музыка, тонкая и эстетично оздоблена, как и любил прожить Николай Селяшчук. Уродженец великары ты змогу сколыхнуть мастарский свет Беларуси и замежа. Лауреат Державной премии Республики Беларусь и Человек года по мерковании биографичного центра Кембриджского университета. Беларускому читачу ягонная книжная графика, вядомость детинства, оформление Селяшчуком беларуских казок и поэмы Якуба Колоса Сымон Музыка, и сегодня с являются узором для инших мастаков. Светлана Вяль, инициатор сустречи, зарабила гобелен по одной из картин Селяшчука. Мне захотелось сделать никому-то другому, вот именно ему, потому что его направление творчества, оно, вот эту сказку, оно тянет в какую-то сказочность. И лучше, чем он придумал, сложно придумать. Я в этом варианте даже выступала не столько художником, сколько выступала ткачом. Мне хотелось его работу вывести в нитки. Несчастный выпадок оборвал житет Миколая Селяшчука у 49 годов. Але засталася багатая спадшина неполторного таленту, аналога у якому нема. Ягонная графика и живопись заховываются у беларуских музеях и коллекциях. А так само у тратяковской холереи в Москве, у салонах и приватных коллекциях Финляндии, Канады, США, Израиля, Литвы и инших краин. Накануне мероприятия наш известный белорусский график и брещанин Лев Алимов подарил нам четыре замечательных экслибриса, выполненные Николаем Михайловичем Селяшчиком в 1984 году. Лев Алимов был его близким-близким другом. Поэтому, наверное, не каждый музей может похвастаться тем, что в коллекции его находятся пять графических работ. Такого замечательного талантливого художника. Вероника Яковец, Александр Севицкий, Телерадо и компания Брест.